Сегодня видео начну с комментариев. Видео будет про садовод, а это комментарии про садовод. Мне кажется, что люди, которые отдыхают за такие деньги на югах, они и одеваются не на рынке. Лучше, меньше, но лучше. Я не настолько богата, чтобы тратить деньги на ветер. Почему москвичи одеваются на садоводе многие? С жизненным опытом понимаешь, что часы Чайка и Ролекс показывают одно и то же время. Это написала Римма. И прежде чем приступить к обзору рынка садовод, я хочу сказать, знаете что? Что все мы разные, бюджет у всех разный, не стоит считать чужие деньги. Это раз. Во-вторых, задумайтесь, пожалуйста, над происхождением вещей, то есть где они сделаны, где их делают, которые продаются в магазинах, которые вы так любите покупать, и которые вы говорите, что такие замечательные вещи в магазинах. Вспомните все фирмы, которые сейчас там есть, вот такие какие-то сетевые, и вы их все прекрасно знаете. Ну вот просто ответьте, пожалуйста, честно и откровенно, где сделаны эти вещи, откуда их везут? Вы знаете, вы удивитесь, может быть, может быть, кто-то не знает, но сделаны в основном вещи в Бангладеше и в Китае. И в Китае. То есть разница, покупаете вы на рынке садовод вещи или вы покупаете их в магазине, практически никакой. Но многие радеют, знаете, за что? За то, что в магазинах сейчас цены на вещи дешевле, чем нежели на рынке. Значит, понятно, что на рынке сперва цена завышена. Вам называют потолок, потом вы торгуетесь, если вы умеете торговаться. Но на рынке есть один большой плюс, что собрано большое количество вещей в одном месте. Пятый ряд. Ой, двадцать первый ряд. Двадцать первый, сто одиннадцать. Двадцать одиннадцать. Двадцать одиннадцать. Так, Ленок у нас сюда зашла. Мне вот здесь вот кошка понравилась. Лена, тебе зайдут Лену снимать ее. Лену снимать? Лена, а что ты там меряешь? Штаны. А, штаны. Глупо. А вот такая, вот сколько футболочка стоит? Вот это красиво очень. Вот смотрите, у нас опять с Оксаной одинаковый вкус. Ну, откуда в такую? Только под джинсы, так вот сейчас ходи. Почему? Вообще классная такая. Сколько такая стоит? Не все полторы тысячи. А это большая, да? Да, конечно. Икс, экс, экс, экс. Так, такая, сколько такой вариант стоит? Полторы любая футболка. Ну, Ленок у нас, как всегда, все зеленое. И брюки тоже. Нет, а мне просто сказала, как выбирали, будет цель. Как с обложки жирна. Лена, как всегда зеленая. Нет, это не лето. Нет, нет. Ну, так хорошо. Мне вот это вот очень понравилось. Можно поменять? Посмотри, еще есть такая... Нет, вот это. Хорошо, сейчас я раздам. Мне вот вообще такой цвет идет. Какие-то будут... Леночек. Ну, ты знаешь, вот брюки ничего так вот мне нравятся. А футболку, может, что-нибудь такое поинтереснее. Это сейчас самое модное. Да, это модное? Конечно. Она же постель. В общем, я не дам бабочки, мишутки. Банан. Это сейчас модно, молодежно. Ага. Молодежь. Ну, ты-то, конечно, молодежь у нас. Не знаю, а мне вот такую вот больше нравится. Вот, вот такого больше нравится мне плана. Вот такого нравится плана футболки. Яркие, красивые. Вот такого вот, кораллового. Посмотрите, какая футболочка. Это все хлопок. Чистый хлопок. По полторы тысячи рублей. Штанишки спрашивают, в какую цену. Две пятьсот. Может, и другой? Лен, тебе нравится? Ну, вот смотри, мне Оксанка больше нравится вот в этой футболке. Потому что поярче. Ну, вот такая она яркая, необычная. Девушка, а ты что ли из этого? А, вы пальцы пололучили. Да. Да? Повернись. Девушка, вы делите что-то? А, это вот голубенькая такая. Та поинтереснее. Ну, хотя и это тоже так хорошо. Смотрите, ряд 21, 83. Вот здесь мне такие прям яркие футболки меня привлекли. Вот эта вот с кошечкой две тысячи стоит. И вот такая же, есть такого же плана. Вон, смотрите, голубая, очень красивая. Ну, они все такие своеобразные. Да, но это хлопок, кстати. Может быть, померить вот такую мне, посмотреть. Такие оригинальные, не избитые. То есть, как бы, вот таких вот я тоже особо не видела. С яркими рисунками. Вот такая вот, Оксан. Тебе вот такая вот, нет? Смотри, какая хлопок же. Я взяла бы вот такую, но без девушки. Тебе вот такие вот очень вот, смотри, идут. Это вот твои варианты такие. И вот с девушкой тоже. Прямо они вообще яркие. Я, наверное, померяю красную все-таки. Мне понравилось красное, хочу посмотреть. А, вот такая красивая. Лена решила попробовать. Лена, видите, у нее футболка Пулла Асан стоит. Стоит. Я уже, смотри, как говорю. Нет, вот такую мы в Турции с тобой где-то брали. Я с такой рассветкой. Помнишь, красную брала в какой-то магазин мы захотели? И куда ты ее делала? Но она без вот этих вот, без блестяшек. Лена, мне кажется, она у тебя большая будет. Сейчас посмотрим. Мне желтая вот эта нравится. У них размер получается большой весь, да? Да, они с 50-го размера. Девушка желтая тоже 2 тысячи, да? Еще 2 тысячи. Лена, посмотри. Она у тебя большая. Вот эта поуже. Нет? Не нравится? Не, не очень, Лена. Честно. Вот не знаешь, что. Тебе надо мысиком, надо, чтобы было мысиком. Вот вмятый. Вмятный цвет уже тебя более освежает. Мятный мой. Идем в 27-й ряд, в детский. Вам поснимают то, что здесь в промежуточных рядах находится. Купила себе все, что нужно. И даже то, что не нужно, да, купила. Поэтому, поэтому сейчас иду покупать воньку. Ну, если... Девушка нам не нужна. Нет. Если не найдем. Колготки, как всегда, на детей здесь. Так, детские, вот насколько я помню, либо с 27-го. А, вот детские уже, да, пошел? Да. А это 26-й. Нет, ну здесь, наверное, все спортивно, что ли? Нет, мне же вот костюмы, мне надо брюки купить вот от этого костюма-то. У нас мой пиджак померили, еще нормально. А брюки уже прям капитально маленькие. А это вот двойки уже, да, продаются? А максимальный какой размер? 48. 48-й это что? Мне по росту вот, на какой рост? 177. А, отлично, шикарно. А, 8-й, вот эти. Вот мне вот в такую клеточку нужно. Вот в такую клеточку, да. Значит, смотрите, 1300 стоит вот такие двоечки. А пиджачки сколько стоят? 2500. Вот этот модный, клеточка. Смотри, какой. Но у нас же такой же пиджак-то. Я знаю, не знаю, просто, может, кому интересно будет, что уже, смотрите. Сколько он, 2500? 2500 в школу. 2500, да. И дешевле. Ну, кстати, носится хорошо. Вот дешевле. А такой сколько стоит? Две сто. Ну, две сто. А рубашечки? 500, 600, 800. А какие по 500? Вот это хорошая фирма по 500. Так, тоже 158, 164. Ну, давайте. Думается, мы опять пришли в то же самое место, где брали в том же году. Ребята нас помнят, а мы не помнят. Да. Смотри, какие цвета красивые. Хочу сказать, что костюм отличный. Вновь шерстяные тоже, как под шерсть как-то так сделан. Тоже очень симпатичный пиджачок. В школу носить удобно. Что до 48? До 48. Так, ну и самое главное, номер павильона. У вас есть визиточка? 2670. 2670? 2670, ребят. Вот, если кто-то интересуется, школьная форма. 26-я линия, павильон 70. Есть телефон. Ваня рубашки, костюм двойку купила. И мне нужно ему купить какой-то спортивный. Посмотреть здесь тоже костюмчик. Есть что-то или нет такого. Видите, школьной формы много. Вот на девочек тоже. Это все 26-я линия. Ну, здесь вы приедете, здесь всего, по-моему, 3 ряда. Смотрите, какие блузочки красивые, юбочки. Все на девчонок есть. А вот здесь, к сожалению, только оптом. Потому что вот в школу вот такого плана жилетка тоже очень нужна. Именно такая трикотажная. Сейчас посмотрим. Может быть, где-то еще есть. Мой ряд начинается с огромного количества кепочек. А сколько кепочки стоят вот такие у вас? 250. 250 рублей кепочки стоят. Да, ну здесь тоже вот костюмчики двойки. Ну, мы взяли. Значит, у меня еще задача посмотреть. Знаете, такие какие-то рубашки с воротом, но футболки. Ну, футболочного типа. Не знаю. Смотри, появилась форма школьная. Давно я не видела. Конечно. Красиво было. Девочки такие красивые. Рубашки, смотри, тоже какие. Слушай, это на замке, что ли? На замке рубашки. Во, вот это для нас вариант на замке рубашка. Потому что, Ваня, пуговицы ему очень сложно застегивать. Вот на замочках. 500 рублей. А вот футболочного типа, кстати. То, что надо для школы. А сколько такие стоят? Вам оптом? Нет. У нас нету розы. А оптом сколько? А оптом надо один возьмем взять или как? Размерный ряд, как висит. А, размерный ряд. Слушай, ну как же жалко. А нет у вас никакого здесь подразделения, чтобы штучно взять? Мы работаем только оптом. Кто работает в рознице, ищите. Я откуда могу, скажите? Ну, то, что нужно. Ой, жалко. Смотрите, вот. Вот такого плана я ищу ему. То есть она как бы с воротничком, рубашка. Но в то же время она надевается так, что ребенок не будет мучиться с пуговицами. Но, к сожалению, здесь только опт. Ну, для оптовиков покажу, если вам надо. Это какой? 2783 рядом. Там павильон. Это вот вся ваша палаточка, да? Да. Не хотят смотреть. Даже разговаривать не хотят. А, ну вот тоже. Ну, они уже не такие. Нет, вот. Такого же плана. Но она уже вещь с рисунком. А там как раз то, что надо для школы. Для школы то, что надо. Ну, может быть, еще сейчас встретиться. А вот, кстати. А, ну вот она. Или здесь тоже опт. А, ну, другое качество. Качество другое. А вот они. А у вас опт или не опт? Что это другое? Розница есть? А сколько вот такие вот стоят у вас рубашки? 750 рублей, девочки. Вот смотрите. Для школы это прям вообще шикарно. Для детей, у кого мучаются дети с пуговицами. Вот купили и забыли про все. И плюс поддувать ничего не будет. Она как с ветерком сделана внизу. С резиночкой. Они все по 700, да, у вас? А, по 750. Ну что? Надо брать, что делать-то. Это уже свитер под рубашку сделан, получается, да? Это обманка. Это обманка. Слушайте, а это вообще шикарно. И сколько такая обманка стоит? Какая? Вот такая. 1100, да? 1100. Мне еще вот такую обманку, пожалуйста. Так, сейчас вам покажу. В общем, это находка для школы. Сейчас какой-то ряд. Серый есть, но сейчас я выберу. Это какая палатка у вас павильон? 75-й павильон, 27-я линия. 27-я линия, 75-й павильон. В общем, для мальчиков прям идеально. Смотрите, это все идет совместно. То есть не нужно уже покупать рубашку там отдельно. Смотрится очень хорошо. Прям очень хорошо. Все, можно сказать, по ноль. Купили мы все по ноль. На спине надо, спасибо. В общем... Слушайте, меня здесь уже люди узнают. В общем, накупила баньки, потом дома покажу вам. Вообще супер вещи, супер классные. Мне очень понравилось, потому что у кого мальчики, и кто мучается с рубашками, тот меня поймет. Детская линия начинается с 25-й линии здесь. Ну, кто приедет, тот найдет. Но мне просто просили купальнички поснимать. Вот смотрите, распродажа детских купальничков на девочек. 350-450 рублей. Самые разные. На любой вкус. И все яркие. И все яркие. Стали делать нормальных манекенов наших размеров. И вот такое вот платье. Все симпатичные, красненькие распродажи. Это 16-я линия. Здесь, я смотрю, большие размеры есть в платье. Если кого-то интересует. Ну, все мы разных размеров. Соответственно, как бы всех разные интересы. Брючки здесь тоже вот эти вот по 700 рублей. Точные ряды. Здесь, видите, футболочки по 250, по 350. Такие платья. Ну, качество такое, среднее. Ну, опять-таки, на любой кошелек. У кого на сколько есть денег, тот за столько покупает. Кажется, ты же такие мерила, Лен. Вот с резинкой, которые. Которые я купила? А ты же не купила их. Которые ты мерила. Зеленые такие с резинкой были. А мне вот эти нравятся такие. Они легкие. Ну, померяй, да. А костюм сколько стоит? 3. 3 500 такой костюм стоит. Это 15 ряд, 131. Ну, понятное дело, что здесь нужно везде торговаться. У кого какие есть способности. Сказали, вот этот вот костюмчик 4 500 стоит. Но они такого хорошего качества. И вон он голубенький. Ну, вот кто любит такую тематику. И вот зелененький стоит. Длинные которые. 2 800. Вот такие. Это Лен. А вот которые укороченные. Я тоже. Тоже. Это у меня укороченные. Оксана, покажись на меня. У тебя заложены. Я там в другом месте. Мне тоже, Лен. Мне красиво. У меня душа не лежит. Ну, вот Ленок нашлась. Ну, покажись издалека хоть. А мне нравятся вот эти. И мне нравятся. Вот эти тебе лучше всех, кстати, сидят. И наверху не топорщатся. Вот твой размер. И сколько такие стоят? А если мы возьмем три пары, то будет шутка. Сколько сказали? 2 тысячи. 2 тысячи. Вот смотрите, видите, как цены скачут. Там 2 800 такие же фактически. Здесь тоже вот такого плана. Но только здесь уже, видите, цены более лояльные. Поэтому здесь, конечно, нужно искать. Блин, мне так цвет нравится. Они тут здоровые. Нет. Вот предыдущий твой. Предыдущий твой цвет. Вот они, видите. Тоже разные. Здесь, конечно, все учитывается. Вот у Лены рост у нее очень хороший. Поэтому ей вот эти вот любые брюки идут. Это 14-я линия, 17-я палаточка. 14-я линия, 17-я палаточка. Тоже здесь очень большой выбор вот этих вот платьев. Цены от 1 800 до 2 500. То есть как бы все. Ну, надо мерить, Оксаночка. Надо взять и померить, посмотреть. Но если не идут... Вот Лене хорошо. И тебе хорошо. Просто ты привыкла к джинсам. Поэтому ты их не воспринимаешь. Ну, у тебя сейчас джинсы опять-таки. А вот, ну, вот что, если тебе вот посмотреть со звездочками, вот такие вот. Вот у кого-то мужчины большие, смотрите, гиганты, великаны. То есть здесь, наверное, 60 с лишним размер есть. А мы все уже вот наперевес. Наперевес уже невозможно даже ходить. Уже жарко стало. Ну, с утра прям... Ну, это Лен, да? Ну, это как-то. А вот по 400 рублей распродажи. Ну, я обещала вам показать. У меня здесь, смотрите, уже такая стопка вещей. Потому что все я приготовила, нужно будет стирать. Разбирать. Ну, да, я же хочу показать. Ну, сейчас Ваня что-то померяет. Ну, вот смотрите, вот очень мне вот такие вот понравились джемперочки. То есть это, видите, джемпер-обманка. То есть фактически, что ребенку нужно сделать, это расстегнуть вот две пуговицы, да? И надеть все это дело на тебя. О, Вань, тебе потом перепадет. Давай ты мне сейчас померь, пожалуйста. Надевай свитером. Я просто себе сразу... Ваня, Ваня собирает у меня эти... Не, не снимай это, прям на нее надевай. Как с свитером. Подожди, вот так вот. И мне нравится, что он на резинке. Что он на резинке внизу. Я брала с небольшим... Подожди, подожди, давай здесь вот еще пуговичка есть. А тут еще? Ну, вот еще одна треть. У тебя, видишь, голова не пролезает. Да. То есть он темный с одной стороны, да? Смотри, поза гордости от Даши. Даши. Вот, подальше от меня отойди. Вот, смотрите, как будто бы Ваня надела рубашку и при этом надел свитер сверху углом. А на самом деле это вот все свитер. Он легкий. Когда они учатся зимой, то прохладно. Он кофточку все равно в любом случае пододевает. Ваня, ну как ты полез-то вверх? Так, все, эту снимай. Давай сейчас следующую посмотрим. Значит, следующий. А, ну вот этих вот рубашек я взяла две. Рубашки мерить не будем. В принципе, как бы, что их мерить. Мы такие уже брали. Фирма эта хорошая. Значит, вот такой вот ему купила тоже. Не знаю, как они правильно. Это, наверное, кардиган считается. Или как называется правильно. Я не знаю, что это за фирма. Ну, вот тут какой-то значок здесь есть. Кегиса, что ли. На, надевай. Кегиса. Кегиса. Надевай. Тоже вот это вот на замочке. Это тоже самый удобный вариант для ребенка, когда на замке. Мама, только... И это вот именно школьный вариант. То есть она таких вот расцветок. Мама, есть один минус сейчас. Почему-то она холодная. Ну, подвещали она, наверное. Ты ее застегни. Ну-ка, пока. Подвещали, скорее всего, она просто растудилась. Ага. Значит, по ценам я вам сейчас уже не подскажу. Это в видео все было. Вот, Ваня, видите, как. Потому что здесь же уже помощи, соответственно, ждать неоткуда от родителей. Чтобы сам легко мог на физкультуру одеться, раздеться. Вот так вот. Смотрите, какой школьный вариант. Еще, кстати, большие карманы. И большие карманы для телефона. Ну и резиночка. Мне вот очень понравилось, что они все вот эти вот вещи внизу на такой вот небольшой резиночке. То есть ничего задираться во всяком случае не будет. Ваня вам и станцует, и споет. Молодец. Снимай, следующую будем мерить. Следующий вариант. Вот такой вот, да? Тоже, тоже самое. Сверху рубашечкой все сделано. Здесь вот такой вот обманный кармашек. Красивый, симпатичный. Как будто платочек внутри лежит. И здесь тоже три пуговички. Что ты тут уже зацепил? Подожди, аккуратно. Нитку не тяни. Откуда нитка здесь? Отсюда. Сейчас, подожди. Аккуратно ее потом уберем. Не надо, а то потянешь. И все оборву. Так. Не кажется ли, что один карман? Это. Что? Не. Это вот, смотрите. У Вани рост 146 сейчас. Вань, устань, пожалуйста. А рубашку, да, вот эти вот все рубашки, я ему брала 152. Кто говорит, что он вытянется еще за лето, но уже так сильно он не вытянется, потому что она ему и... Вань, ну, ты можешь постоять на месте, а? Я Дашу привлекаю. Вот, видите, то есть как бы рубашка, да? Ну, никто не может сказать, что это не рубашка. Но в то же время она не состоит вся из пуговиц. Вот сверху три пуговички он застегнет. Вот взяла два варианта. Один белый, один синий. Один белый, другой серый. Так. И вот такой, снимай эту, сейчас вот эту померяем. И вот такой тоже обманный вариант. Вроде как с жилеткой, но на самом деле тоже это вот такая вот рубашка. У них разрешено в школе ходить, ну, то есть у них нет вот этой вот универсальной формы, и вот так вот как бы жилетка, рубашка, это все разрешено. Что это тут за коп стоит у меня? Коп. Впереди копы, копы. Давай вот эту вот симпатичную. Даша, ты чего подоги? Симпатичную надень вот эту. Вот, то есть получается, что у тебя одежда-то прям вот вообще надолго хватит. Сколько? Две, три, четыре, ну, чтобы каждый день менять. И вот такого плана. Мама, можно посмотреть? Все посмотреть. Сколько у тебя ценников лежит? Не ценников, а этикеток. Так, сейчас Ваня пока вот эту надевает. Значит, помимо всего прочего, разумеется, без обычной жилетки вот не обойтись, да, это вот я ему двоечку взяла, брюки универсальные, да, брюки-жилетка. И вот такие вот брюки тоже вот классные, такие брюки, которые не мнущиеся. Что вы? Эта штука мне маловато. Она тебе не маловато. Здесь тоже нужно расстегнуть пуговичку. Их здесь в каждой рубашке по три пуговички. Вот. И вот такого плана брюки. Их тоже здесь можно немножечко убрать. Они здесь на резинке, допустим, если они сейчас великоваты. А потом, соответственно, все подкорректировать. Ну, встань, Ваня. Ну, все, школьник, ученик науки. Отлично, шикарно. Очень быстро наступит 1 сентября, не успеешь обернуться. Так как мы в августе собираемся на море и приедем мы уже в 20-х числах, то, разумеется, у меня уже там времени бегать, покупать одежду не будет. Поэтому вот сейчас самое оно. Я купила, я знаю, что уже есть. На какое-то там прям такое энное количество сантиметров Ваня не вырастет. Ну, может быть, там 2-3 добавится. Ничего страшного. Как бы вот этой одежды ему хватит. Ну, и для себя одежду. Не хочется мне ее мерить. Я вам просто покажу. Почему ты мне мерить, а сама не хочешь? Вот мама какая, Ваня, несправедливая. Потому что мне сейчас нужно вот это все постирать, убрать грамотно все. В общем, разложить неохота. Значит, себе. Себе взяла вот таких вот 2 майки. Вот они выглядят. Их тоже, соответственно, конечно же, нужно сейчас стирать, потом гладить. Я не знаю, фирма, что это за фирма. Может быть, просто что-то такое китайское. Кстати, неужели здесь только ручная стирка? Hand wash. Вот. Значит, легкие. Хлопок, чистый хлопок. Вот с внешней стороны, они, знаете, подлен сделаны. А с обратной стороны это футболка. Ну, купальники вы все видели. Потом вот такую вот футболочку тоже приобрела. Пусть будет. Ну, и, соответственно, вот этот вот комплект с рубашкой. Вы его тоже в видео все видели. Кто не видел, может посмотреть. Там примерка была. В общем, вот весь Ванин гардероб мне обошелся, вот все его сборы в школу, что вот я вам показала, в районе 9 тысяч. Ну, там может быть плюс. 9 тысяч! Минус, да. Ну, это, по крайней мере, на целый год. То есть на целый год у тебя вся одежда, которая тебе нужна, в школу есть. И очень надеюсь, что в этом году мы будем учиться, Ваня будет учиться, будет ходить в школу. И что дистанционно, вот мне пишут про дистанционное, что сейчас будут эксперименты в каких-то школах в районах будет дистанционное. Но у нас пока что, насколько я знаю, что 1 сентября линейки не будет, но дети в школу идут. Надеюсь, что ничего не изменится, что так оно и будет в будущем. Ну, а всем, как всегда, огромное-огромное спасибо, что посмотрели мой обзор. Всем, как всегда, добра, удачи, позитива. И обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. Пока-пока!